В этом видео мы будем с вами рассматривать фотоаппарат Zenith E, разборку, ремонт и сборку. Аппарат принесли вот в таком состоянии, частично разобранном, шторки оборваны. Вот и в этом видео мы будем с вами его чинить. Для начала мы разбираем механизм взвода. Для этого зубодер вот такой у нас, отпустили стопор, сняли полностью стопора, не выкручиваем. Дальше нам нужно обратную перемотку, для этого нам нужно нажать пальцем и отпустить. А теперь на месте подкручиваем полоку обратной перемотки, но она мне нужна пока. Далее я использую тот инструмент, который может использовать практически каждый в домашних условиях. То есть это отверточка из обычного набора. На заводе это все собирается ключами, но вам для выполнения этой работы не обязательно иметь ключ, нужно иметь отверточку. Здесь есть 2 прорези в этой гайке, ее нужно окрутить. Здесь обычная резьба. Вставляем в прорезь и прокручиваем аккуратно. Вот такая втулка с резьбой. Вот сюда мы вставляем отверточку и крутим. Это вполне доступно. Поднимаем и снимаем все в сборе. Отложим на сторону. Дальше мы снимаем поводок. Отличительная черта вилейских аппаратов. У них как всегда не хватает винтов. Вот здесь должен стоять еще один винт облицовочный, который крепит к корпусу. Здесь его нет. Возможно, кто-то ремонтировал уже этот аппарат, а возможно, его не было из завода. Если сможем, то починим. Далее мы снимаем с узла взвода блок вместе с пружиной. Здесь шестерня выводная. Она снимается и снимаем отсекатель. Далее берем отверточку, накручиваем стопорный винт с дисковым держаком. Диск выдержек, каждая прорезь на этом диске соответствует выдержке. То есть, когда мы переставляем вот этот лимб, выдержек, то мы приподнимаем и вставляем в эти прорези хвостовик. Чтобы было так понятнее. Дальше. Дальше поддеваем диск. Аккуратно, не пересерстывать. Поддеваем его из латуни. Ось стальная. И потихоньку его снимаем. Вот таким макаром он у нас снялся. Хорошо. Мы берем отверточку, находим вот здесь стопорный винт, выкручиваем его полностью. Выкручиваем. Пинцетиком аккуратно поднимаем шестеренку. Вот. Убираем. Здесь стояли шайбы. Вот здесь мы их аккуратненько откладываем. Потом поставим на место. Вот. Шестерню мы можем не разбирать вместе с фрикционом. Так как в принципе не вижу смысла в этом пока во всяком случае. Мы ее хорошо протрем. Можно взять обычную салфетку. Вернее тряпку салфетку. И удалить старую смазку. Потом еще протереть такой же салфеткой смоченной в бензине. и вычистить. Так. Дальше мы берем, как я говорю, кисточку и отсюда все вычищаем. Все что мне нужно. То есть пока корпус нам не нужен. Мы отложили его в стороны. Берем баночку. И складываем в баночку все что нам нужно промыть. Шестерня. Так. Заодно мы промываем вот эту шестерню. И вот этот узелок тоже. Так. В сторону. Дальше нам с вами нужно разобрать до конца. снять шторки. Все что нужно было помыть, мы помыли. Все шестеренки все чистые. Я нашел у себя шторку. Уже приклеенную к гильзе. Вот. И ее мы тоже будем устанавливать. Так. Ну, для начала нам нужно сделать некоторые манипуляции с гильзами, которые поразбирали. Сейчас мы немножко смажем их. Так. Нанесем густую смазку. В небольшом количестве. Именно на самопружинку. Далее мы берем шприц с маслом. Масло можно использовать в веретенку. У меня стоит инсулиновая игла. Здесь большое количество тоже не нужно. И вот эти посадочные места мы смазываем. Дальше мы собираем. Здесь хвостик на пружинке. Его нужно вдеть в отверстие. Все стало на место. И собираем гильзу. Там гильзы собраны. Подтягиваем. Обязательно поджимаем. Все. Поджали. Все в порядке. Теперь можно приступить к проклейке. Первым будем клеить тесьма. Вот эти. Барбана. Клей использую. Вот такой я использую. 88. В тюбике. Таким образом. Наносим клей на барабан. Сверху. Так. Теперь мы берем. Видим что у нас нужно переклеить обе. тюбике. Ну я начну с вот этой. Почему? Потому что она не на месте совсем. Так. Все. Штурки у нас стоят параллельно. Борки. Зазоры нормальные. Все. Это мы можем пока оставить. Пусть клей усыхает. А я пока соберу дальше то, что было разобрано владельцам аппарата, который пытался там что-то с ним сделать. Значит. Сейчас мы установим на место вот этот щиточек. Его при разборке обычно не снимают. Но так как он уже был снят, то его нужно поставить на место. Выравнивать. Чтобы он был ровный. Без всяких перекусов. Вот он погнут немножко. Мы его сейчас пальцами. Здесь можно все это пальцами делать. Без больших усилий. Нам нужно все это собрать до конца. Я беру отверточку и примерно делаю. Поставим на место все шестерни. Корпус, который мы промывали. То, что мы снимали. Мы их сейчас здесь выложим. И будем собирать узел. Три винта мы зажали. Теперь для этого мы возьмем отсюда и щиток прижмем немножко сюда. Так. Вставим на место. Которое крепит призму. Фу. И убираем. Аккуратненько. 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 Я все выброшу. Заменить поролон. На другой. Сейчас мы это все будем снимать и чистить. Чуть-чуть поджали. Есть. Дальше у нас кнопка обратной перемотки. Сюда тоже мы подаем немножко смазочки жидкой. Для лучшего скольжения. Так. Ставим колечко. Вкручиваем. Немножко я съехал. Вкручиваем. Так. Вкручиваем. здесь отлично собираем дальше все достаточно так все винты на месте еще раз все работает как положено так сейчас мы установим поставим нижнюю крышку проверяем все на месте и стоят открываем смотрим насколько стоящий тут ничему ли он не мешает нет у нас он стоит ровно и ничего не мешает аппарат работает остался последний штрих сейчас мы поставим и принципе все то что клиент просил хозяина аппарата мы все сделали вот он обещал где-то у него лежит вот эта сережка с автоспуска с винтиком принесет я вам это все поставлю дальше объектива у меня здесь тоже нету принесет когда будут выбирать аппарат я вам сейчас покажу как производится юстировка все на этом я закончил если будут вопросы обращайтесь по skype всего доброго